Ну а сейчас Морской Волк, профессионал, расскажет нам об особенностях водолазной службы. Еще и посмотрите, дорогие друзья, с какой фамилией. Ну, итак. Здравствуйте. Так, представьтесь. Так, вот по нашивкам мы еще не очень разбираемся. Вы кто? Капитан? Капитан лейтенант Шевченко. Капитан лейтенант. Командир аварийно-спитательного отряда военно-морских сил вооруженных сил Украины. Ага, очень приятно. Спасибо. В данный момент вы видите здесь водолазный компонент наших военно-морских сил. Что это такое? Это самое первое водолазное снаряжение, которое вообще было придумано людьми. Трехболтовое водолазное снаряжение. Работа у него заключается до 60 метров глубины. Возможно ниже, но там уже используется от 60 метров до 120 метров. Используются кислородно-азотные, кислородно-азотные гелиевые смеси. А там все зависит от глубины погружения. Общий вес его варьирует за снаряжение от 83 килограмм до 92. Из чего состоит? Шлем, манишка, два груза. Один на грудный, второй на спинный. Боты. Берцы. Я в таких танцевал года два назад здесь у вас. И водолазная рубашка плюс нож или какой-нибудь дополнительный инструмент в виде водолазного кренометра. Вес шлема 23 килограмма. Вес двух грузов 32 килограмма. Вес ботинков 21 500. Водолазная рубашка 7. Водолазный нож 3. И кренометр 2,5. В сумме сложите, дорогие друзья, и посчитайте, что это висит на человеке. Но это снаружи, когда его опускают. Когда он погружается в воду, там значительно легче. Конечно. В воде теряется 80% веса. 80%? 80%. А, ну потому что вода 80 раз плотнее воздуха, да? Это у нас водолазный компрессор для забивки наших баллонад. Ничего другого, ничего особенного. Компактный, раньше были огромные. Это сугубо морской водолазный компрессор. Вот это у нас гидравлический подводный инструмент для выполнения разных подводно-технических царев. Ух ты, это подводная болгарка? Грубо говоря. Ха-ха-ха, вот такая вот, дорогие друзья. Которая режет бетон, которая режет железо, которая режет все. Это акваланг, который еще был придуман в 1046 году Жаком Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном. Но это уже более современный его вариант. Он состоит из баллона, редуктор первой ступени, редуктор второй ступени. Отсюда водолаз конкретно дышит. Дополнительный редуктор второй ступени, это называется октопус. Компенсатор жилетка плавучести с инфлятором. Управление компенсатором жилеткой плавучести. Лёвочный вариант это... Автономность какая, сколько хватает? Тут все зависит от физиологии человека. Ну, если выполнять работы по осмотру чего-либо, его хватит на 30-40 минут. Глубина, погружение? Ну, зависимости тоже глубин. До 12 метров 30-40 минут. Сниже время уменьшается... Прогрессии, да? Минус 5 минут, да, в геометрические прогрессии. Это ОТС, Ocean Technology System. Шлем. Полно лицевая маска. Имеет... В чём её отличительная разница от обыкновенного аквалана? В том, что в этой маске под водой имеется возможность разговаривать. Ух ты! Разговаривать и слушать командира. Болторез, обыкновенный страхующий буйок водолаза. Если с ним что-нибудь случается, выбрасывается этот буйок, обозначающий, что водолаза беда. Страхующий жилет водолаза. Пласты, контрольный гуль, нож, трубка. Водолазная сумка, ничего особенного. Тактика, технические характеристики водолазного сооружения. Вот это и есть само переговорное устройство, при помощи которого ведётся разговор вместе с водолазом, с тем шлемом, который мы только что видели. Это по тяжёлым вооружениям, да? Не, можно и в любом. Можно и в акваланге, и в него точно так же работать. Вот это гидроакустический буйок опускается в воду. Командир спуска стоит на поверхности, разваривается водолазом непосредственно. Точно такой же страхующий шлем. Точно такой же страхующий буйок. Точно такой же аквалан. Более современный снаряжение. Максимум 20 килограмм весит. Вот, с двумя баллонами. Интерспиро-девиатор, да. Это уже более профессиональное инженерно-спусательное снаряжение, в котором... Как и даже профессиональное снаряжение, это нелегативное. Так, я извиняюсь, здесь тоже воздушная смесь, да? Потому что я когда-то был ещё в Сурково-времена на Первомайском. Там стояла бригада из... Из-под Севастополя их вывели. Так там были для диверсантов специальные эти аппараты. Там с компенсацией кислородом и замкнутый цикл. То есть этих самых демаскирующих пузырьков нет вообще. Это не такое, да? Это не аппарат замкнутого цикла. Это он работает как и поланк автономно. И он работает точно так же в шланговом варианте. Отличительная разница его в том, что у него двойной редуктор. Очень тяжёлые, крепкие, литые, композитные баллоны. Сверхкручная компенсаторная жилетка, у которой идёт дополнительный баллон на поддух этой жилетки. Полная лицевая маска со своим переговорным устройством, уже вставленным непосредственно в неё. Это чьё производство? Финны. Финны, да? И контейнер под него. Это они? Не совсем. В этой отрасли передовые, да? Они чисто, да. Они работают для выработок оснаряжения профессионального качества. Спасибо, дорогие друзья. Вы услышали профессиональное мнение. Москового волка. Так, вот они сегодня у них праздник. И они ещё, помимо всего, проводят нам экскурсию, свой праздник. Пожелаем им здоровья, счастья, всем футов под Килем. И скорейшего окончания войны. Наступила, наконец-то. Слава Україні. Мирное небо над Вильной незалежной. Удачи вам. И вам. Спасибо.